Занятие в Академии красоты сегодня ведет врач-косметолог, онколог, лазерный хирург Ольга Соломоновна Элбакидзе. Тема сегодняшнего занятия – угревая болезнь у пациентов старше 25 лет. Сначала вообще нужно разобраться, что такое угревая болезнь, да, ЕБА. Это когда появляются воспалительные либо невоспалительные элементы на участках кожи, где повышено количество сальных желез. Причин возникновения угревой болезни может быть несколько. Конечно же, это стресс. И стресс иногда даже утяжеляет состояние угревой болезни, а также вызывает ее. Часто причину угревой болезни может провоцировать и сам пациент. Когда у нас появляется первый воспалительный элемент, да, что делают пациенты? Они пытаются его усиленно подсушить. Кожа начинает вырабатывать еще больше сального секрета, пациент ее еще сильнее сушит. И что происходит? Мы получаем очень большое количество сального секрета, и пропускная способность кожи с ним не справляется. Она начинает крепиться под кожей, воспаляется, появляется угревая болезнь. Третьим моментом также является загрязненная окружающая среда. Инфицирование сального секрета и воспалительный элемент в микроорганизмах. Очень важно правильно определить причину возникновения угревой болезни и лечить именно ее причину. И в дальнейшем только профилактировать появление обострений угревой сыпи. Помимо косметолога, дерматовенеролога, таких пациентов обязательно должен обследовать гинеколог, гинеколог-эндокринолог. Мы настоятельно рекомендуем даже на психоневрологе. Связано это с тем, что все-таки основной причиной угревой болезни являются либо дисгормональные нарушения, либо повышенная чувствительность рецепторов к мужским гормонам. Лечение угревой болезни состоит из нескольких компонентов. Это аппаратные методики лечения, это инъекционные методы лечения, лекарственная терапия и уход, домашний уход. К аппаратным методам лечения мы относимся к звуковой участии, когда с помощью фонтразвука мы прочищаем споры, избавляем пациентов скромедона от скопившегося сального секрета. С помощью лазера мы снимаем воспаление, которое присутствует в коже, убиваем кобиона, бактерии, акне, убиваем микроорганизмы, которые вызывают нагноение и воспаление. К инъекционным методикам мы относим плазмолифтинг, либо PRP-терапия и карбокситерапия. С помощью данных методов мы повышаем иммунную систему, мы снижаем воспалительный, также цель омоложения, увлажнения кожи и сужения пор. С помощью лекарственных препаратов мы снижаем выработку сального секрета, частично даже, я бы сказала, убиваем сальные железы, которые чрезмерно вырабатывают сальный секрет. И домашний уход – это профессиональная космоцептика, которую рекомендует врач-специалист для поддержания здоровой кошек, для уменьшения воспалительной реакции, для уменьшения нагноения, а также для снижения выработки сального секрета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...